Никогда бы не подумала, что фиалочки такие вкусные. Что-что воняет, мыло твое воняет. Да не может быть. О нет, опять у нас катастрофа. Это что за распродажный секонд-хенд? Сама-то Бузя секонд-хенд. Это набор для выдувания пузырей. Погода классная, солнышко. А Вера в перчатках. Вау. Как тебе? А ты говоришь. Это что, уличная магия? Ну почти. Это что за пестик? Это мыльно-дойно-пузырильный пистолет МП-15. О, а еще можно воздух им погонять, когда ты его подпортишь. Делаю вид, что я тебя не слышала. Да, Бузь. Кажется мне, что пистолет твой не годится. Морской бриз. Хотя не кажется. Пузырило меня все туда. Че-че, пробуй давай. Ого, реально получилось. Бузя, ну ты фея. О, а ты говоришь. Крутяк просто. А как они переливаются. Ой, мне так быстро выдувать. У нас второй раунд. И я выбрала мыльные пузыри три кота. Без кимо? Ага, может погрызем? Ну наконец-то. Давно надо было предложить. Да, вкус тебе понравится. Ты чего это делаешь с моим эскимо? Использую по назначению. Да еще и с запахом колы. Только какие-то твои мыльные пузыри мелкокалиберные. Ну все правильно. Три дырочки, три кота. Это что за розовый горшок? Для твоих какуль? Что ты меня позоришь перед ребятами? О, а это что за дудка? Странный у тебя, конечно, наборчик. А это? Это утка-дудка. Пузырьки выдувает, людей развлекает. Ого, у нее еще и шея гнется. А то. Крутяк. Ой, Бусь. Это что за грохот? Гроза где-то что ли? О, если бы. Это у меня в животе урчит. А вот если ребятам интересно, то пускай поставят лайк. Я напоследок оставила самые крутые пузыри. Вы просто не можете этого не увидеть. Такие же эти дуданчики все-таки классные. Чего такое прилипло? Ой, ребят, привет. А чего это ты притащила? Это за баночки. Экстракт крапивы. Ненавижу крапиву. У меня от нее нос чешется. Нечего было совать свой носик куда не надо. Еще у меня есть красители вот такие. Последняя обновочка – ароматизаторы. В мерный стаканчик заливаем порцию основы. Переливаем все в мисочку для смешивания. Теперь в эту же мисочку нужно добавить такое же количество чистой водички. И очень аккуратно размешать, чтобы не взбить пену. У нас есть два экстракта. Крапива хорошо заживляет и сужает сосуды. А ромашка успокаивает кожу и снимает покраснение. Обогащаем наш гель полезными свойствами. А теперь добавляем краситель. У нас будет фиалковый гель для душа. Ставьте лайк, если вам нравится этот цвет. Только твой гель, Верочка, какой-то совсем жидкий. Как водичка обычно. Следи за руками. Кидаем ложку поваренной соли и перемешиваем. Вон сейчас бомбанет. И на наших глазах случается волшебство. Гель запастевает. Теперь у него нужная консистенция. Добавим сюда блестяшек. После душа потом будешь ходить вся в блестяшках, как елочная игрушка. Ну, блестяшки можно смыть. Что-то геля совсем мало получилось. Ну, а нам осталось приклеить этикетку, сделанную с любовью, верой и бузей. Мы будем делать бомбочку для ванны. В мисочке нужно смешать шесть чайных ложек соды. В два раза меньше лимонной кислоты. И, наконец, морская соль. И ингредиенты нужно хорошенечко смешать. Добавляем ароматизатор. Нужно быстренько перемешивать. Следующий на очереди краситель. Только ты осторожно, руки не испачкай. Тормочки заполнены. И теперь их нужно очень сильно стиснуть. Смотрите, все получилось. Сейчас будет взрыв. Вау, как запенилось. Неплохо. И аромат такой пошел. Ну, это не я. А теперь мы будем варить мыло. Возьмем покупную мыльную основу. А для второго способа используем уже готовое мыло. Но без красителей и ароматизаторов. О нет, опять у нас катастрофа. Мыло так разогрелось, что продырявило миску. И все сгорело. Какой можно сделать вывод? Готовое мыло не нужно плавить в микроволновке. Оно сгорит. Как поведет тебя мыльная основа, которая предназначена для того, чтобы ее разогревали? Ну да, тут все в порядке. Она превратилась в водичку. И теперь мы можем добавлять сюда все необходимые ингредиенты. Кто из вас уже пробовал варить мыло дома, наверняка знает, что основа очень быстро застывает. Хорошенечко размешиваем красители. Заливаем мыло в формочку. Немножко подождали. И вуаля! Мыльце готово. Смотри, какое прикольное. Что это тут происходит? Тоблин устроил потоп в доме. Перепачкал все полотенца. А лужа на полу какая? С какашками. Ну, понятно. Кажется, я догадываюсь, чьих это лап дело. Бузя! Кузя! Вы где? Это вы тут все вверх дном перевернули? Как будто стадо слонов пробежало. Трогали мою косметику. Свинки, а ну вылазите. А это что за могучая кучка? Ах, вот вы где. Нашли. Нет, Вера. Свинки, признавайтесь, это вы устроили потоп. Какой потоп? Какой потоп? У тебя было хорошо, когда мы уходили. Хорошо, значит, да? Да. Ну, упала пара капелек, пока мы купались. Ну, с кем не бывает? И вообще по секрету. Это Кузя все придумал. Бузь, ну это ты меня в ванны потащила. Не потащила, потому что ребята попросили. Ясно. И вообще, мы с Кузей чуть не утонулись. Да. Так что ты должна сейчас радоваться. Радость-то какая. А вот с этого момента поподробней. Иди сюда. Ну, а ты уверена, что Вера будет не против? Ей такое вроде как не нравится. Так, лучше нам забраться на этот Эверест из полотенец. Ого. Кузя, Вера будет просто счастлива. А лезем, ускопнемся. Другими словами, сделаем ее работу. Ой, блин, тут еще один подъем. Бузя, Бузя, а как же я? Что ж ты меня бросила? Да кто ж тебя бросал, дурень ты? Ползи давай, уверен. А как? Цепляйся лапами и ползи. Ой, мне так страшно. Ну, давай. Че, припуск? Ура. Бузя, ты тут. Ой, радости полные штаны. Если ребята в хорошем настроении, то они тебе еще и лайк поставят. За смелость. Ой, ты такая милашка вблизи. Ой, спасибо. А что мы дальше делать будем? Устроим тебе банный день с десятью тысячами больных пузырей. Крутяк. Так, че я первая? Ай, эй, эй, застряла, кажись. Бузь, по-моему, тебе пора худеть. Ну, тебя и... Чего? Да это ты толстый. А я в отличной спортивной форме. Как скажешь. Ого, что ты такое? Что там, Бузь? Что ты видишь? Ты лучше за мной полезай и сам все увидишь. Тут настоящий спа-курорт для морских свинок. Мочалочки разные, мимимишные. Кран с горячей водой. Джакузи называется. Джакузи для Кузи. Бутылочки всякие. С кремом, с шампунем. Короче, Бузь, тут настоящий свинский спа-курорт. Ну, ты видишь? А может, я тут подожду? Быстро, я сказала. Ой, такая большая миска, а еды в нее не положили. Не порядок. Бузь, это не миска, а умывальник. А для нас это будет бассейн. О, класс. Бузь. А тут, наверное, морская вода из-под крана течет. Чего ты взял? Вот, ракушки тут водятся. Это не ракушка-тормоз, а баночка для жидкого мыла. А, ну ладно. Так, жидкое мыло выбрать не будем. Возьмем Верочкин шампунь для волос. Она как раз целую новую баночку прикупила. А больше возьмем. И теперь осталось открыть воду. Пошла жара. Ку-ку. Ребятки, добро пожаловать на пенную вечеринку Бузи и Кузи. Алло-ка. Смотри, у меня усы и борода, как у Деда Мороза. О, а давай я к тебе перееду жить и буду смешить тебя каждый день. Смотри, с новым годом. Я старенький бородатый свинка. Ой, ну все, все, не переигрывай. А то не смешно уже. Ну ладно, мне тут уже не нравится. Слишком много пены и воды. Да я сама уже еле выгребаю. Пора сваливать. Ага, пора. А-а-а. Кач. Полет. Ух, ты вроде говорила, что Вера будет не против. Ты же не думала, что ты устроишь тут такой беспорядок. Беги, Кузя, беги. Беги. Аллундра. Ну а потом Кузя предложил спрятаться. И мы спрятались. За это же ты предложила. Кузя, не думай. Ну-ну, идемте, приведу вас в порядок. Ой. Ай. Аж. Постой-ка, сделаю тебе прическу. И спасибо, декоративный вкус. Кузя, сюда иди. Пусть еще виноградец не доели. Потом доешь свой виноград. Нам нужно разработать план. Здорово. А какой план? Устроим революцию. Идет. Постой-ка. Постой-ка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...